Практически каждую неделю на телеканале Вести 24 в прямом эфире губернатор Тверской области отвечает на вопросы жителей региона. 11 февраля в центре внимания были темы, связанные с газификацией, строительством инфраструктурных объектов и развитие общественного транспорта в муниципалитетах. Особенностью этого эфира стали видео-вопросы, записанные в разных точках Верхневолжья. Тему продолжит наш корреспондент Валерия Королева. Едва ли не со слезами на глазах жителей Славновского сельского поселения рассказывают губернатору о главной проблеме, которая в буквальном смысле мешает им нормально жить. В деревнях Славная, Савкино, Бочарниково, Тестово до сих пор нет газа. Уже много лет они ждут, когда в их домах появится голубое топливо. Мы обращались в местную администрацию, она посоветовала нам собрать деньги. Мы сделали за свой счет проект, на который ушло 5 миллионов рублей. Деньги ушли с пенсионеров, многодетных семей. И было очень сложно собирать их. Мы очень надеемся, что вы разберетесь в нашем вопросе, поможете нам, поможете войти в программу. Игорь Михайлович, от себя лично очень прошу. У меня многодетная семья, 5 внуков. Очень хочется, чтобы они почаще ко мне приезжали на пироги. Эту проблему глава региона обещал решить в ближайшее время. И более того, взять под личный контроль. Они такие молодцы. Не просто собрали деньги, а сделали проект. Мы обязательно в этом году реализуем программу по газификации населенных пунктов, которые были объявлены. Направление Бежицкое, Калининского района, это деревня Славная. И те населенные пункты, которые мы сейчас услышали, я думаю, прямо по окончании прямого эфира, мы такие поручения дадим. И причем лично проконтролируем. Еще одна проблема, которая не актуальна для Твери, но пока еще не решилась в районах области. Это общественный транспорт. Там по-прежнему курсируют в маловместительные маршрутки. В 2021 году, рассказал губернатор, синие автобусы появятся на улицах четырех муниципалитетов. В соответствии с нашим планом по внедрению, мы до 3 июля уже запускаем регулярные рейсы в Ржевско-Зубцовской агломерации, в Старице и в Кимовской агломерации. Мы имеем планы по дальнейшему расширению по всей территории нашей области. Сегодня транспорт Верхневолжья – динамично развивающееся предприятие, где трудится около тысячи специалистов. Для этого была проведена большая работа со стороны правительства Тверской области, которую высоко ценят сотрудники транспорта Верхневолжья, о чем они и рассказали на недавней встрече с губернатором. Впрочем, за счет достойных зарплат и условий труда в транспортной отрасли кадровый вопрос решен. Но в сфере здравоохранения он пока еще требует внимания. В своем видеообращении Дмитрий Андреев, заведующий травматолога ортопедическим отделением поликлиники городской больницы номер 6, озвучил, что с очередями ему удалось справиться, опираясь на собственный опыт работы в столичной больнице. А вот восполнить кадровый дефицит пока еще не получается. Когда я пришел работать сюда, здесь в коридоре постоянно были большие очереди. Мы ввели талонную систему на повторный прием. Эту систему я видел и наблюдал в травмпунктах Москвы. Самая главная проблема, да, это, естественно, проблема кадрового состава. Отток специалистов объясняется разными причинами. Но чаще всего в Москву молодежь едет за рублем. Но сейчас достойные условия работы создаются и здесь. Потому решить кадровую проблему, считает Дмитрий Андреев, возможно, за счет привлечения молодых специалистов. Когда были в Тверском государственном университете, там присутствовали все ректора наших вузов тверских. И мы их поздравили и объявили им наше решение, что в медицинском вузе все внебюджетные места забираются правительственной Тверской области. То есть мы приняли решение забрать себе все квоты, возможные для выполнения нашего медицинского сообщества. Потому что процесс очень, к сожалению, небыстрый. Необходимо несколько лет для того, чтобы выучить специалиста, а потом напрактиковать его. С 2021 года правительству Тверской области будет предоставляться по 120 учебных мест в медицинском университете. По такому же принципу будут пополнять кадровый резерв в ключевых отраслях Верхневолжья. Это сельское хозяйство, строительство и другие. Готовить профессионалов будут ведущие вузы региона. Кроме того, губернатор говорил не только о профессионализме будущих кадров той или иной отрасли, но и о качестве работ, которые ведутся сегодня, здесь и сейчас. Контроль строительства – еще одна важная задача региональных властей. «Мы хотим, чтобы все делалось надолго и серьезно», – отметил глава региона. На сегодняшний день в Тверской области один за другим активно возводятся новые объекты. К осени откроется новый современный дворец бракосочетания. Должна начать функционировать железнодорожная станция «Москва-Ржевский мемориал», строительство которой глава региона проинспектировал на уходящей неделе.